И, собственно, вот, друзья, я создал сейв в FM 2010, немножко его прогнал, чтобы первые регены появились, и какое счастье, какое совпадение, появились и южноамериканские регены, и европейские ребята, и африканские ребята, и даже азианские. Поэтому мы сможем оценить, так сказать, все разнообразие геймфейсов. Ну, что ж, давайте-ка посмотрим, что из себя представляет Хосе Луис, бразильский парень. Вот такое вот лицо, и знаете, я, наверное, в конце видоса зайду еще в FM20, чтобы наглядно на контрасте оценить. Я в FM последние пару недель не очень много играю, но, блин, мне кажется, что здесь более четкие, более реалистичные текстуры кожи. Про волосы я вообще молчу, они выглядят очень хорошо, серьезно. Окей, ну, допустим, просто так попало, да. Первый чувак, неплохой геймфейс, ну, вполне себе натурально. Ну, на секундочку, пацаны, это 2010-й, даже 9-й год, то есть игра вышла в 2009-м, и, ну, прям чего-то невероятного от нее требовать, я думаю, не стоит. Кстати, а кто играл в очень старые FM-ы, там, типа, 2005-го, там тоже были регены с 3D-лицами или просто без фоток? Кто, если да, то я, может быть, даже и про это сделаю видос. Короче, это был 2009-й год, не знаю, за окном, по улицам ходили мамонты, и программные коды для игр записывались на бересте. Поэтому чего-то прям невероятного требовать не стоит. Вот сейчас стоит от нынешних частей FM, стоит требовать, чтобы было круто. Об этом я еще чуть позже скажу. Вильена, однофамилиец, получается, игрока Краснодара, тоже довольно классный геймфейс. Прическа, совершенно другая прическа, вот, ну, вот сейчас в FM, я вам это покажу, опять-таки, в конце, да, для сравнения. Наверное, вида 3 причесок и лысые, все, вот серьезно. И меня больше всего добивает, когда в FM, в последних частях, вот, рождаются 15-летние регины лысые. Где вы видели последний раз 15-летнего парня полностью лысым? Как, я не знаю, как Пьер Луиджи Калина, как Коленко топ-модели, я не знаю, где они такие водятся? Извините, в детском доме? Как это возможно? Почему так? И таких там дохера. А еще охеренно, когда рождаются 15-летние регины лысые и с усами. Просто, я не знаю, Черчесов ходил по миру и, не знаю, зачал 10 тысяч новых футболистов. Почему они так? Хороший геймфейс, да, кто будет с этим спорить? Нормальный, окей. И, ну-ка, абсолютно разные лица, между прочим, просто сравните, да, кликаю тут, кликаю тут. Ну, глаза разные, нос и так далее, брови, да, все разные. Окей, возможно, это совпадение. Лусиану, смотрим, смотри. Этот более щекастый, более такие низкие брови. Да, прическа, по-моему, похожа на какую-то из... да, вот на этот, да. Да, это одинаковые прически, но окей, окей, одинаковые прически бывают в мире, да. У меня у самого не самая оригинальная прическа, окей. Луис Густаво, совершенно новая прическа и новое лицо. Такой бразильский, я бы сказал бы, бразильский Мохамед Салах лицом, если вы понимаете, о чем я. Но окей, тоже оригинально, да, нормально. Луис Густаво, где ты родился, интересно, братан. Чисто кровный бразильец, окей. То Ниньо, это, наверное, мой однофамилец. Ну, смотрите, просто, просто, блин, Пьер Ришар, мистер кучеряшка. Опять совершенно новое лицо, другое выражение лица, все по-другому и другая интересная прическа. Это я просто посмотрел пятерых чуваков, да, грубо говоря, рандомных. В FM 2020, если я так бы посмотрел бы, то там, наверное, трое были бы одинаковые, а все остальные, не знаю, просто лысые, с усами, как обычно. Гер Киллоран, это у нас ирландец, тоже вполне себе, да, оригинальное лицо, оригинальная прическа. То есть, пока что только две прически повторились, все остальное, в принципе, разное. Это Эндрю Нябаро, это у нас кенийский футболист, давайте, пожалуйста, отлично, просто, пацаны, великоливые. Ну, вы гляньте, ну почему же? Не хочется, вот, я не из тех, кто ноет, вот, раньше были, алючи, но реально же, геймфейсы нормальные. Я не говорю, что это просто предел мечтаний, вау, прям как живые, нет. Я не требую, чтобы сейчас в FM какая-нибудь невероятная нейросеть создавала максимально разнообразные, максимально реалистичные лица. В принципе, это возможно, но я этого не требую. Можно сделать намного, сука, проще. Просто сделать, допустим, 50 разных причесок. Это несложно, это реально несложно. Я знаю, что есть люди, не знаю, назовем их куколдами, куколды FM, которые защищают FM всегда. Да, вот я постоянно жалуюсь на то, что в FM выходы один на один, ну это просто жопа, любой это скажет. Но один чел в комментариях написал мне такое, Антон, вот знаешь, если бы все выходы один на один и в жизни реализовывались, то в среднем счет в матчах был бы 30-15. Я ему, я, во-первых, охерел. Потом говорю, братан, окей, если ты так думаешь, то скинь мне, пожалуйста, запись матча, где было, ну в среднем 40, сука, 5 выходов один на один. Чего нахер, 45 выходов? Они готовы все защищать, поэтому, наверное, вот только такие отзывы и читает Майлз, разработчики FM. Да, думают, о, смотрите, нас хвалят хорошо. Нет, просто сделайте 50 разных причесок, не знаю, там 25 разных бровей, там погуще, пожиже, повыше, там несколько разных лбов, разных носов, губей, ушов, я не знаю, щекей. Да и все, и просто они пусть рандомно перемешиваются, да, и все, и будет, не знаю, тысячи разных лиц, возможно, миллионы, я не знаю, там, я не силен в математике, там нужно какие-то геометрические прогрессии считать. Короче, ну вы поняли мою мысль, да? Это, сука, вообще, это ультра несложно. Но нет, мы уже несколько лет в FM хаваем абсолютно одинаковые рожи, и мне это не нравится. Если вы думаете, что это просто видео с пустого места, лишь бы сказать, нет, реально, я не доволен этим, я это на стримах постоянно говорю. Это всегда говорю, вот сколько я стримлю, записываю в FM, что лица регенов ужасные. Это, они однообразные. Вот еще один, Жозеф Сулейман, ну тоже, вот просто сравните его с предыдущим пацаном, да? Но это разные типы абсолютно, да? Это такой более добрый такой, видно, прическа совсем, дреды, да, дреды такие стандартные. Вот, это такой, ну, не знаю, флегматичный тип с такими, я не знаю, как это назвать, прической. В общем, она у него просто стоит, у него стоит, я его с этим поздравляю. Хотя, в принципе, в 15 должно у всех стоять. Короче, что у нас дальше? Окей, дальше у нас китайский парень Чен Ченгбин. Ну вот, ну вот. Вот, вы скажете, что прическа похожа на парня, по-моему, Таниньо. Нет, на Луиса Густава, да? Но нет, смотрите, вот здесь, да? И вот здесь. Текстура прически похожа, но у этого длиннее, а у того короче. Тоже добавляет, сука, разнообразие. Почему бы это не сделать сейчас, да? Сделать разные длины прически. Модные прически сделать сейчас. Такое поколение футболистов, что все надращивают на своих этих барбершоперов, да? То есть, разные бородки, усики. Хотя, усы сейчас не особо модны. Хотя, по мнению ФМа, разработчиков усы у каждого второго футболиста, наверное. Сука, какой бред. Разные прически сделайте. Ирокезики, и всякие там с боков выбрито. Разные цвета волос. Да, пусть, допустим, один реген из тысячи будет, допустим, там с розовыми волосами. Потому что в жизни это бывает. Ипатажные футболисты. Пусть меняются прически. Почему бы нет? Нет, в ФМ, сука, если футболист всю жизнь играет, сука, с бобриком или с ежиком на голове. Он, сука, 20 лет будет с ним до конца карьеры играть. Что это, сука, за бред? Меня это охеренно бесит. Адриан Илексос. Это перуанский игрок. Ну, тоже. С чем-то похож, да, на ирландского парня. Но нет. Смотрите, вот, да? Запомнили? Разные... Нет, по-моему, только цвет причесок разный. Ну, да, разный. Но это тоже, сука, добавляет разнообразие. То есть, теперь ты их не перепутаешь. Хотя бы из-за этого. Почему сейчас? Вот этот чел похож на Таниньо, да? Но нет, тут кучеряшки. А здесь просто такая, сказать, не знаю, вихры. Короче, я не понимаю, почему? Почему? Почему им настолько насрать? Ведь это несложно. Это намного приятнее станет играть в ФМ. Давайте сейчас зайдем в ФМ-20 и сравним, что сейчас в игре. Ох, ну и вот он, многострадальный ФМ-2020. Пацаны, пока я запускал его, я подумал, блин, ведь мы не так-то и много требуем от разработчиков, да? Просто сделайте геймплей чуть приятнее, да? Какой-то корейский парень сделал это, и все. И бесплатно, все довольны. Ну, по крайней мере, я. Мне нравится. Лица Регеном сделайте нормальные. И, блин, будет намного приятнее. Но нам каждый год пихают обнимашки. Мы добавили обнимашки. Мы добавили твиттер в игру. О, да, так этого не хватало. Спасибо. Ладно, смотрим, что у нас здесь по лицам Регенов. Пожалуйста, вот первый, первый же, сука. Во-первых, вы гляньте, какая текстура лица. О чем я говорю? Она просто белая. То есть, все. Ничего. Просто как бы... Во-первых, он абсолютно лыс. Да, то есть... Это не какая-то подстава. Я просто зашел в свою команду, за которую сейчас играю карьеру, да. И все. Первый же абсолютно лысый череп. Что это за человек-яйцо? За что нам это? Я не понимаю. И текстура лица, она просто сплошная. То есть, да, нет никаких там морщинок. Ничего просто. Хотя, казалось бы, прошло, сука, 10 лет. Уже можно сделать нормально все, да. Я не менял настройки графики. Хотя, я не знаю, влияют ли настройки графики на лица регенов. Но это не подстава. Это реально вот такое вот дерьмо. Такой вот позор нам сейчас пихает. Окей, что у нас там дальше? Это реальный чел. Вот реген. Опять. Ну... Вы просто гляньте, какая текстура волос. Ёлки. Вот такое ощущение, что эта игра вышла в 2009-м, а вот FM 2010 вышла в 2019-м. Что это за волосы? Это просто каша, нарисованная в пейнте. Тут, сука, даже сглаживания нет нормального. Гляньте, какие лесенки. Ёлки-палки. Не, ну я не знаю. Я не могу на это смотреть, не охеревая от жизни. Да, что это? Никакого разнообразия причесок. Просто какая-то коровья лепешка коричневая на голове. Или лысый. Всё. Вот тебе и всё, дружочек, разнообразие. Ну окей, этот отличается от других тем, что у него большой нос. Спасибо. Ну, в общем, вы сами всё видели. Вроде как в FM 2020 был какой-то маленький пост в Твиттере разработчиков FM, по-моему. То, что вроде бы над лицами регенов поработают. И в этой части, в новой, всё будет лучше. Хотелось бы верить. Но, как говорится, верится с трудом. В общем, увидим скоро. Совсем скоро будет FM. А ещё быстрее, друзья, будет мой стрим. Он будет сегодня, буквально через часик после выхода этого видоса. Так что заходим. Там я собрал новенький составчик фифки за 600 тысяч монет. Какие там бесты. В общем, сегодня мы будем играть в фифушку. Выйдем в L. Наконец-то, я надеюсь. И потом, конечно же, Леонид Аркадьевич. Римочка. И Поле Чудес. Жду вас там. Пока. Леонид Аркадьевич. Продолжение следует...